Привет зритель! Давно я не делала обзоров своих покупочек. Я сейчас ходила в магнит, мне вообще дико с начала утра хотелось цитрусовых, но когда я днем ходила выкидывать мусор, мне сил не хватило зайти в магнит, но у меня событий не было. А тут я сидела, помирала, держала, монтировала и так далее и тому подобное. И пришла к выводу, что хочу очень цитрусовых, и надо бы на воздух. Я пошла, у меня была пятитысячная бумажка, у меня в свое время так вот получилось, что я что-то кому-то заказывала, а мне отдавали в итоге наличкой. И вот мне эту бумажку надо было по зарез разменять, потому что в понедельник я собираюсь в гости в одно место, и заодно не только в гости еще кое-что купить. А там нужна только наличка. Я, короче говоря, во-первых, я вот это вот увидела на касте 130 без копейки, кажется. Ну, у меня все вышло на 1120 рублей. Чек у меня там внизу, я сейчас буду доставать, доставать, показывать. И когда дойду до кошелька, то покажу тебе, что, сколько стоит. В общем, доместос непобедимый в БРПС микробов. У меня, конечно, есть сейчас доместос литровый. Я на Венбрис покупала где-то по 160 рублей за литрушку, а тут 130 рублей без копейки за 750 миллилитров. Узнала, почему нет больше в магнитах сыра же воронки. Мне сказали, что его просто перестали им возить, и уже позиция даже снята. Почему перестали, они сами не знают. А мы с кошкой страдаем. Я купила под скидки, по-моему, 110 рублей без копейки за 120 грамм. Мне просто понравились его дырочки. Специально для тех, кто смотрит своих маленьких утюгов. Ну, есть у меня зрители, которые смотрят, я не знаю, может, со спичечного коробка меня, поэтому им плохо видно. Выбор настоящих курманов. Ламе, ламе, как его знают, цирк фасованный. Шесть слайсов. Всего-то шесть кусочков. Короче, вот он вроде как белорусский. Изготовитель фасованного продукта Пролайн, Россия. Всегда думала, что это белорусский сыр. Ламе, премиум. В общем, я думала, что он белорусский, а он оказался русский. Кто тоже так думает, дайте знать в комменты. Я купила себе лаваш, потому что у меня есть размороженный творог козий. Я хочу творог козий смешать с чесноком, укропом, петрушкой, солью. Располосовать его по лавашу, скрутить рулетик, и будет мне счастье. А ты, зритель, если хочешь посмотреть, как я это хомячу на камеру, можешь дать знать в камеру. Можешь кинуть у меня донатом. Я с тобой похомячу. Допустим, подписаться на Бусти 300 рублей в месяц на мутбанги. Так. Потому что лавтаки заканчиваются, и никто, как я поняла, пока не изъявил желание их продолжить. Не изъявил желание, чтобы я их продолжила. Так. Это у нас. Короче, я сегодня узнала, что сегодня шестое. Там еще просто был сыр какой-то по скидке с нормальным составом, косичка. И он был до седьмого. Я была уверена, что сегодня седьмое декабря. Но оказалось, что сегодня шестое декабря. Я потом в телефоне уточнила. Вот он создал шестого декабря в шесть утра, и девятого декабря будет жить. Вроде как девятого декабря у моей маман было бы день варенья. Такс. Вон что-то около шестидесяти пяти без копейки. У меня тут две формы. Одна большая, другая маленькая. Почем кайф, не помню. Но мы узнаем это на ценнике. У меня тут два апельсина. Я вот именно апельсинов хотела. Я шла с помойки методом волшебного тыка и думала, блин, апельсинчик быстро жать. Но он вспоминает, что у меня есть три малюсеньких мандаринчика. Я их съела, у них уже нет. Думаю, ладно, потом, если я живу более-менее, то даю, куплю апельсина, куплю апельсина. Сыр я купила по скидке. Охотничий сыр копченый. Он до 23 января. Состав у него молоко нормализованно-пастеризованное. Соль пищевая, молокосвертывающая фирмен природного микробного происхождения. Закваска термофильных молочнокислых организмов. 80 грамм. 4 ноября он создан. Я люблю такой сыр. Мне, конечно, как бы в большом количестве его нельзя, но тут всего ничего. Поэтому от такого количества нормально. Я купила немного грецких орехов. Чисто так на пожрать. У меня там есть еще орехи грецкие. Как бы есть, да, вот у меня есть орехи грецкие, я купила себе еще. Ну, как бы я пожру эти орехи грецкие. Придет у меня подруга, которая умеет рукой по столу давить эти орехи грецкие. Я достану ей баночку с теми орехами и скажу, дави, и мы их поедим. И это самое. А потом я куплю себе на Вайберес, либо на 1 килограмм орехов грецких в шкурке. Очищу их, а потом пущу их в маслообраз. Так, чтобы у меня было масло грецкого ореха. Я давно на него смотрю. Он уже успел подорожать, а я только созрела. 200 рублей без копейки за килограмм. Тут чуть больше килограмма. Но это самый маленький помело. Медовый помело он называется. Самый маленький помело, который был. Остальные были вот по 2 кг. Я купила всяких разных мандаринов. Они все разные, но по одной цене. Мандарины. Я купила, не знаю зачем, но нам какой-то салат нравится с подружкой. Я вот, может, как-нибудь его сделаю. Кукуруза сладкая в зернах с ключом. Она что-то была по скидке. Я купила себе лимон. Я давно хотела лимон. Когда-то в детстве у меня был на механке лимон. И он даже лимон сдавал. А потом и в не очень детстве он тоже был. Но вот я не на механке. Лимона у меня, к сожалению, нет. У меня даже лаврика больше нет. И человек, которому отдавала лаврик, перед тем, как переехать из механки в эту квартиру, сказал, что лаврик у нее отдал богам душу. Нет у нее у кого лаврика. Ну, точнее, нет у меня лаврика. Я не знаю, может, есть, конечно, люди, кому перепал наш лаврик. Но у меня с ними нет связи. Я даже не знаю, кому он перепал в свое время. И кому бабуля давала этот лаврик. В общем, лимон. Я сегодня, зритель, не поверишь, столько черного чая крепкого, сладкого, с каплей красного вина виноградного выпила. Сколько, наверное, за последние пару месяцев не пила. Мигрень, все болит. Ничего не помогает. Вот с лимоном еще попью. У меня с моего последнего стрима Юля, которая лавандовая девочка, еще хрен знает, сколько там у нее ников. Сейчас она живет вроде как в Астане. Раньше жила в Питере. Ей 30 лет, она живет с кошкой. Все, что помню, сказал он. И вообще она внешне очень миленькая. Короче говоря, она в стриме, в чате говорила, что она есть, по-моему, с зернами. Вот этот вот, с косточками. И я вот что-то долго думала, решила, думала. Сначала подумала взять, купить. Потом подумала, да ну нафиг. А потом в итоге думаю, да ладно, мне все равно 5 тысяч нужно разменять. Куплю я себе этот гранат. Не обедняю. И вот я добралась до кошелька. А тут у меня сумочка от подписчицы, которой я это все и тащила. Так, сейчас я найду чек. Вот самый чек. Сейчас я по чеку пробегусь. Обратно нас улучшу. Потом это допишу и пойду прогуляюсь. А вот завтрак уже буду загружать после того, как приду. Так, у нас, да, место 129,99. Слушайте, я пророк и прореп. Она реально 130 без копейки. Кукуруза 69,99, 70 без копейки. Слушайте, тут все по 99 на конце. Потом, что у нас тут? Мандарины 160 рублей за килограмм без копейки. Вышло у меня на 822 грамма. 131 рубль 51 копейка. Лаваш армянский 400 грамм. 64 рубля 99 копеек. Помело. 200 без копейки. Вышло оно у меня на 1200 грамм. 239,99. Сыр копченый 100 без копейки. Сыр лайме премиум 110 без копейки. Гранат 160. Вот, кстати, гранат и мандарины, они по одной цене. Гранат 160 рублей за килограмм без копейки. Вышло у меня на 264 грамма. 42 рубля 24 копеек. Смотрите, 42,24. Прикольно. Так, грецкие орехи 499. Рубля 99. Короче, 450 рублей без копейки за килограмм. Вышло у нас 166 грамм. 166 грамм. Что-то еще одно, скажу, повесить. Вообще, почему я решила их купить? Я увидела такой продолговатый орех. Продолговатый орех. И подумала, что он, наверное, хочет, чтобы я его купила. Немножко купила этих орехов. Так, куды. Все у меня на месте. Ничего не отрубилось. Что за кошка наглая, а? Так, где эти орехи? 166 грамм на 74 рубля 70 копеек. Ушло. Там еще курага была, но у нее такой вид, что мне было стремно ее покупать, учитывая еще ее цену за тысячу за килограмм. Я думаю, лучше потом, может, на Вайбере закажу себе или на Озонт курагу. Апельсин. 1 килограмм 140 рублей без копейки. 2 апельсина у меня вышло на 460 грамм 64 рубля 40 копеек. Хурма. 140 рублей без копейки. 2 хурмы вышли на 400 грамм 56 рублей. И лимоны 190 рублей без копейки. 1 лимон 194 грамма 36 рублей 86 копеек. Ну, и того 1120 рублей. 65 копеек мне скинули, потому что я платила наличкой. 3 900 мне дали в дачу, а я дала им 5 10 20. Вот. Вот такой у меня обзор закупочек жратвы. Тут фруктики, орешки, сыра слегка немножко. И даже бытовуха есть. Зритель, если хочешь поддержать канал, можешь что-то сделать. Где-то будет облачко. Подержи Лёвочку. Ну и что, если ты что-то из этого ешь или что-то делаешь, слова шоком, или вообще что-нибудь хочешь сказать комменты, можешь сказать комменты, я тебе поставлю сердечко, если это вот не хейт. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...